товарищи всем здрасте с вами снова тракс тиви и как вы видите в этот раз у нас довольно необычный и очень интересный набор автомобилей на обзоре поэтому не будем тянуть приступаем и сегодня мы начинаем съемки вот с такого интересного автомобиля вообще никогда бы не подумал что мне будет интересно снять как бы правильно называется давайте-ка сориентируйся lada largus primus и как вы понимаете интересно мне снимать не конкретно ладу а вот то что из нее сделали вот здесь на просторах нижегородчины в компании пром тех вообще lada largus если кто не знает это в девичестве рено логан м севе он же в восточной европе дача логан м севе это универсальщик коля подтверди отличный автомобиль дяденька сколько стоит ваш автомобиль он бесценен дяденька продайте сейчас алюминий взлетел в цене основание кузова сделано из алюминия он весит то всего ничего сколько килограмм 300 наверно фургончик вы знаете на цвет мете на пункте приема цвет метра 10 лет оценят 300 килограмм это хорошие деньги рентабельный автомобиль но тем не менее грузоподъемность этой машины аж 900 килограмм причем здесь установлена резина тигар карго спид типа это прямо вообще грузовик загрузил полторашечку убийца газели вот у нас модно говорит выпустил выпустил у вас профи убийца газели все прячьтесь всего кто не спрятался я не виноват но газель конечно перед переживать нечего потому что с этим мотором кстати какой здесь мотор здесь скорее всего здесь стоит по моему 16 клапаны но в том же промтехи есть еще машины медицинских служб но они уже по госконтрактам делаются там уже стоят вообще восьмиклапанные старые древние моторы как они едут я не знаю но вообще я то езжу всегда на дизелях только на дизельных машинах но сейчас я на этой машине прокатился но даже на пустой мне тяги не хватает но это опять же из-за дизеля для этой машины лучше как раз восьмиклапанный подошел потому что он внизу как раз побочит то есть полочка она больше смещена в зону низких оборотов 90 лошадиных сил но внизу он едет интереснее чем вот этот мотор и с точки зрения возможного владельца такого автомобиля я бы предпочел восьмиклапанный но по-моему их он тех не предлагает но интересно интересно обратите внимание на 8 клапанный мотор в таком автомобиле друзья я думаю не будем мы сейчас долго рассуждать рассусоливать о техническом техническом устройстве lada largus и так все понятно по легковым каналам все это неоднократно обсуждалось но а наша задача сейчас понять как машины едет и чем вообще она отличается от обычного lada largus устраивать драк рейсинг с нивой я думаю мы можем выиграть у него это соревнование эти машины же еще потом в продажу пойдут друзья что касается рынка вот таких маленьких развозных фургончиков развозных грузовичков грузоподъемность там 500 800 килограмм то вот этот рынок у нас недостаточно да что друг далеко ходить друзья у нас до сих пор в маленькие магазинчики в центрах городов умудряются торговые сети на фурах товар привозить и поэтому вот именно вот эти самые каблучки не очень-то распространены в нашей стране но тем не менее они конечно же есть какой-никакой рынок присутствует и что касается конкретно лады то ну сейчас конечно же если на автору посмотреть чаще всего эти машинки представлены именно largus либо это largus чисто заводской вот как вы видите и вот здесь интересно посмотреть на предшественника ларгуса это каблучок на базе вас 2110 12 года 290 тысяч рублей или вот посмотрите пикап на базе него 94 года 670 тысяч рублей не скромный ценник прямо скажем или на базе вас 2104 каблучок за 230 тысяч рублей 2002 года в общем друзья посмотрите сами ссылочка на автору будет в описании традиционно а мы возвращаемся к тест-драйву и обзору ларгуса и так как уже говорил передняя часть это у нас чистокровный lada largus изменения начинаются с крыши здесь у нас идут усилители под кузов и под установку далее идет обтекатель вот эта часть идет пластиковая дело в том что пром тех своей машины делает в основном из композитных материалов либо из алюминий текст стоп а давайте-ка я вам расскажу все самого начала а именно как делаются эти автомобили тем более что нам провели экскурсию по производственной площадке пром теха где удалось хоть и бегло но все-таки ознакомиться с процессом изготовления этих автомобилей на что интересно ларгусы сначала приезжают полностью собранном виде с автоваза и потом здесь разбираются выпиливаются и потом из них собираются вот уже различные автомобили то есть абсолютно стандартные ларгус который заботливо сколотили работники автоваза здесь частично разбирается и в зависимости от настройки распиливается переваривается и удлиняется но сразу хочу предупредить неокрепший психико эстетствующих инженеров может быть слегка травмирована видом сварных соединений в частности и новоявленного каркаса в целом благо все это затем упаковывается в оперение из композитных материалов и в итоге выглядит вполне себе презентабельно ну а что касается исполнения с рефрижераторным фургоном как на нашем тесте то будка здесь делается максимально легкой каркас из алюминиевых профилей обшивка из пластика ну а в качестве утеплителя экструзионный пенополистирол ну то есть пенополос по-другому и в общем это все максимально облегчено потому что мы сами понимаете грузоподъемность шоссе не настолько большое но при этом нужно сделать объемную будку потому что здесь они добились ас аж шесть кубов объема и сюда влезает по полу 4 евро поддона как уже говорил грузоподъем почти одна тонна поэтому сюда установлена комбинированная подвеска то есть у нас остается вся та же балка но к пружинам добавляется еще и пневмо стоечки я бы честно говоря эту систему доработал дело в том что здесь она исключительно в ручном управлении функционирует то есть в машине чуть позже покажу стоит блок вы накачиваете давление которое вам необходимо вручную при помощи электрического компрессора и собственно в системе давление это сохраняется но здесь конечно лучше бы доработать эту систему и установить кран уровня пола стоит это будет недорого и при этом будет функционировать независимости от того забыл водитель накачать подушки или перекачал их неважно но давайте посмотрим саму будку насколько легкая здесь будка можно понять просто открыв двери фурнитуру здесь из нержавейки но сами двери просто невесомые они очень легкие ну кто открывал например на грузовиках нормальный взрослый риф знают о чем я говорю здесь это все максимально легкое естественно пол у нас отделан рифленкой отбортовка чтобы ее не калечили погрузчиком имеется ввиду борта или роклой естественно баба отбортовка тоже сделано из алюминия имеется вот такие такелажные петли спереди установка интерес к машине сейчас довольно большой сами заводчане говорят что они составляют львиную долю продаж компании и почему еще можно объяснить популярность этих машин дело в том что у нас за последние полтора года кратно просто возросло количество заказов это стало удобно многие люди которые раньше этим не пользовались в эпоху ограничений стали активно пользоваться доставкой всякие маркетплейсами доставка еды вот эти машины сейчас как нельзя актуальны но насколько эта машина интересно в плане перевозки тяжелых грузов сказать трудно потому что нужно ее загрузить и покатать в таком положении но если мы говорим о легких грузов то в принципе да машина довольно интересная если говорить о качестве сборки то здесь вот знаете качели такие в каких-то местах смотришь вау вообще ребят классно сделали в каких-то местах смотришь такие но чет как-то корявенько все это но ладно суть не в этом тем более машина это из крайне бюджетного ценового диапазона но в целом уже закончим пробудку прежде чем пойдем салон действительно как они сделали и такой легкий ну вообще просто красавчики не знаю как они как она держит температура но то что она получилась у них действительно легкой это факт ну и плюс у нас на тройной уплотнитель все как у взрослых машин пойдемте ну что друзья мы тем временем оказались салоне ларгуса честно говоря на обновленном ларгусе я еще не ездил тем интереснее будет посмотреть что представляет из себя эта машина но так как я обычно рассказываю о грузовых машинах об автобусах то здесь я могу сказать что большинство наверное современных машин в коммерческом сегменте они наверное даже будут получше по качеству отделки по качеству исполнения чем легковые машины ну понятно что это бюджетный сегмент но тем не менее это не значит на можно качество забивать хотя если рассравнивать с регуляторами там нулевых конечно большой прогресс здесь имеется ах да совсем чуть был не забыл рассказать вам как работает пневмоподвеска на ларгусе нажимаем вот эту кнопочку слышите сзади у нас завибрировал не завибрировал а заорал просто компрессор пневмосистемы назовем так условно пневмосистемы и качает нам сейчас уже 44 атмосферы но мы в принципе привыкли к этой системы и и многие предлагают устанавливать на газели так собственно сейчас мы нагнали четыре с половиной атмосферы а сейчас просто стравливаем воздух вот этой кнопочкой в общем что я могу сказать по поводу вот этого блока вот эта металлическая блямба которая здесь висит ее нужно переносить другое место потому что в случае бокового удара водитель головой прилетит как раз вот в острый край вот этого кронштейна и водитель будет очень очень плохо поэтому вот эта штука нужно переносить куда-то в другое место например вот сюда куда-то вниз здесь вот здесь это штуки точно не место печка работает классно здесь прям жарко сейчас стало давайте-ка немножечко даже освежимся так кондиционер здесь есть да в базовой версии идет кондиционер идет у нас мультимедиа система с bluetooth значит с юсби разъемом ну то есть минимальный какой-то набор функции есть есть круиз-контроль есть кнопки управления громкой связью на руле сам руль приятный приятного дизигна приятно тактильно ощущается бортовой компьютер имеется в правом колодце дальше есть подогрев сидений трехступенчатые причем сидения и водителя и пассажира есть розетка электропривод зеркал здесь имеется ну и в принципе все единственное что мне вот в этом исполнении понятно что здесь ужимались как могли но вот эта стенка мне мешает мне хочется сидение откинуть еще назад так хотя смотрите здесь есть регулировка угла они угла высоты сидушки а но нет не хватает мне диапазон хотя у меня рост метр восемь и семь по нынешним временам это не так много и по педалям я сижу тесно мне хочется отодвинуться назад ну что первая передача позволяет спокойненько тронуться уверена но мы же без груза это не совсем правильно наверное оценивать эту машину ох уж эти завывания вазовских моторов так давайте-ка сейчас мы попробуем здесь развернуться так ну ка поворотик на скорости 40 ну честно говоря не пугает не пугает спокойно поворачиваем машина хорошо держит в повороте сейчас мы прокатимся на одной из газовских машин и вы там просто не знаю на камер конечно этого не передаст на их расскажу свои ощущения и после этого есть от прям внимание обращаю на то как рулится эта машина избирательность коробки отличная то есть проблем никаких не возникает что при переключениях вверх что переключениях вниз все работает логично ожидаемо прогнозируемо так вот здесь змеечка небольшая проходим змеечку да вот руль кстати быстрые рулежки не позволяет то есть если в штатных режимах все окей но когда нужно прям резко что-то накрутиться на баранку и что-то щелкает что-то трещит такое ощущение что сверху обтекатель трет об крышу либо может быть что-то там под этим обтекателем забыли это брякает по крыше из-за этого такое звуковое сопровождение идет ну честно говоря я не знаю как эта машина будет возить тонну да она будет возить но насколько будут хороши тяговые характеристики вот вопрос то есть динамики разгона будет не хватать вариант решения проблемы какие понятно что более мощный двигатель они сюда не поставят потому что они покупают готовые машины у автоваза автоваз явно не собирается сюда ставить ничего другого и вот как коля марков правильно сказал здесь наверное даже интересный смотрелся бы двигатель восьмиклапанный старый потому что он все-таки чуть более тяговитый на низких оборотах чем вот этот 16 клапанник либо менять главную пару до машин чуть потеряет скорости но это же все-таки развозной грузовичок и ему в первую очередь важны именно тяговые характеристики тяговые характеристики когда машина у нас загружена вот на третьей передаче скорость 35 и он не едет он очень медленно набирает скорость при этом обороты были в районе двух тысяч так а что если так ну вот смотрите до три с половиной тысячи оборотов но конечно тоже не торт но кто будет есть на оборотах три с половиной четыре четыре с половиной тысячи на коммерческой машине но это издевательство конечно машины ну с тормозами все отлично попробуем еще раз ой ой да уже запахло запахло движком все обгорает хорошенько мы так его сейчас прогрели на высоких оборотах так давайте попробуем еще раз экстренное торможение так разгоняемся до 70 не тормозит отлично в плане торможения здесь все супер опять же мы пустые но хотя бы тот факт что эта машина отлично себя чувствуют при таком торможение с этой будкой потому что когда я вообще сначала увидел эту машину и такой блин как же он едет у него же это будка весит невообразимое количество килограмм но не доказалось что вся эта конструкция довольно легкая и поэтому в плане того что она как-то в поворотах себя ведет неадекватно или при торможении здесь конечно эти опасения не подтвердились но подтвердились опасения в плане того что все-таки вот этот бензиновый мотор он наверное не очень подходит для довольно тяжелой машины потому что полная масса этой машины две тонны но и плюс смотрите у нас довольно длинная грузовая платформа рассчитанная под загрузку аж 4 евро по лет если эту машину хорошенько пригрузить то зимой будут определенные проблемы при трогании на скользком покрытии при трогании в горку на скользком покрытии потому что частенько возникают проблемы когда такие машины переднеприводные машины начинают нещадно тоскливо жалобно шлифовать полировать соответственно дорожку и при этом не могут тронуться ну а в следующей серии мы расскажем вам о школьном автобусе кинобазе полноприводного соболя и о карете скорой помощи на базе газели с бензиновым мотором ну а пока всем пока